Начинаю видео с неординарных кадров У нас просто второй год, нереальные снегопады Сейчас приехал специально вечером на стройку, чтобы завтра мне с утра начать работу Сейчас почищу снег, потому что его навалило нереально Те, кто в инстаграм подписан, все это видят, потому что я выкладываю всегда кадры на канале Сейчас я вам покажу, что у нас произошло Снега насыпало по самый забор Мой участок, друзья Круто Сосед и мой участок Я даже не знаю, что здесь нужно построить или у него снести Чтобы у меня было более-менее комфортно Не, ну это лопатой кидать, это, конечно, сейчас издевательство Я это буду делать сутки Так, ну все, с утра начинаем работу Ну, в вашем случае через ровно одну минуту Даже 30 секунд Да, в принципе, начинаем Меня сегодня очень активно семья отговаривала не ехать на стройку Потому что на улице минус 35 градусов Но они не знают главного секрета Здесь у меня сейчас будет температура такая, что я буду работать в футболке Сейчас затоплю ее и будет круто Хорошо нужно прожечь и дыма не будет Я поменял трубу, сделал ее прямую, как мне писали в комментариях Теперь должно быть хорошо, сейчас мы это узнаем Я сейчас ее затоплю, поставлю камеру и побегу открыть дверь Потому что открыть ее можно только ненадолго А вы увидите, что происходит с тягой Да, ну что, с Богом? Все, тянет сюда, да? Давай, давай, прогирайся туда Опять не получилось На улице реально холодно Все, работает Нет, с этой печкой она что-то делать Сейчас дверь открыта на улице Вот сейчас заработала Можно дверь закрывать Я не знаю Так, еще раз по поводу морозов А, ну сейчас дверь была открыта на минус 5 Теперь идем на улицу А, ну, понятно Москва В Москве меньше минус 10 не бывает Короче, до буквы М дошло Так, даже если по делениям кинуть То понятно, что больше 30 Вентиляции-то в доме пока нет Я все дырки закрыл Вот она и проблема Сейчас дверь открыл На первом этаже Воздух пошел Все Заработала Точно Физику научить Это все понятно Но мы приступаем к главной нашей сегодняшней задачи Сегодня я буду делать Конвекторы на лестничный марш Конвектор в ванную И расскажу, что я по отоплению уже намудрил А вы мне свои советы Так, ладно, пойдем дотапливать Скоро тут будет просто классно При работе болгарка создает много пыли Опасно для легких Решил кроить лист все-таки на улице Из-за отсутствия вентиляции в цоколе На таком морозе не выдерживают даже фирменные инструменты Беда, беда, беда Смотрите, какая фигня произошла Все Сгорел якобы Пока мы с вами тут занимаемся работами Мой сын занял первое место по карате Красавчик Горжусь им Это сейчас я делаю коллектор Который у меня будет находиться в ванной комнате Особенность данного конвектора И его короба в том, что он будет угловым Такое в магазине не встретишь Говорил про печуру, что сделай ее И будет тебе счастье Действительно классно Приходится проветривать, потому что очень жарко Первым делом решил собрать короб А потом по нему уже смастерить сам конвектор Тут важно было не нарушать прямой угол В овощехранилище я еще ни разу не работал Немного тесновато, но зато очень тепло И теперь я не волнуюсь за этот зимний сезон Место для творчества есть Как и в прошлом видео, где я изготавливал конвекторы в спальне Прихватываю сваркой стенки будущего короба Позже, когда будет готов основной каркас Проварю все швы герметично На этот раз я нашел мои магнитные струбцины Чем в разы упростил свою работу По-моему конструкция получается интересная Заметил один момент Печь очень быстро удаляет из комнаты дым от сварки Своей мощной тягой А еще из наблюдений Находясь на лестничном пролете Чувствуешь тепло, поднимающееся из цоколя И хорошо прогревающее верхний этаж Это наводит на некоторые мысли По подсчету теплопотерей и теплоэффективности дома в целом Корб готов, намечаю размеры Труб для сварки регистра конвектора Надо сказать, форма его будет интересной Скоро вы все сами увидите Сгорела перчатка Прогрунтовал изделие Просушил Все готово к установке на место Как вы могли заметить Я покрасил уже Внешние стороны Для того, чтобы можно было Зафиксировать коробы на месте Лазерный уровень есть Сейчас я должен вкрутить саморезы На высоту 9 см Вот так На такую высоту я и буду устанавливать короб Ну и конечно сейчас я здесь пропылесошу Приберусь после этой работы Девяточка ровно Так, 9, 9 Все хорошо Теперь сюда идем Я не представляю, как бы я мог справиться на стройке без лазерного уровня и пылесоса Особенно без последнего Считаю, что это как минимум два первых инструмента, которые нужно приобрести, затевая стройку Пропылесосил, все ровненько, все отлично Теперь можно загнать пену И вклеить это все дело На этот раз перед использованием Хорошо прогрел баллоны В ведре с горячей водой Как советовали в комментариях Пена работает отлично Думаю, даже не стоит уточнять, что Использовать надо только зимнюю пену Все, один баллон закончился Сейчас второй принесу Дал выстоять к раствору около трех минут Пора вклеивать короб по уровню Прижимаю вкрученным шляпкам саморезов мою поделку И на всякий случай добавляю веса Чтобы пена ее не подняла Красить внутри буду весной Тщательно и качественно Это как-никак санузел Посоветуйте, какой материал для подоконника выбрать ПВХ, дерево или бетон Как вы считаете? Хотел все-таки красиво сделать Но, видели, да, у меня болгарка сдохла Положу как есть пока Здесь интересный поворот такой получился Но тут по-другому никак нельзя было обыграть Видите, я еще не доварил ничего Не зачистил, потому что нечем И это сделаю позже Я думаю, что вот такой прибор на эту комнату Уже круто А еще плюс здесь будут теплые полы И полотенцесушитель Тут должна быть Африка Что меня успокаивает Что в угловой ванной Теперь будет мыться просто комфортно Поэтому я очень доволен проделанной работой Мне нравится Ну, конечно, трубу еще доваривать Еще ее зачищать Ставить кран Маевского Клапан Поэтому с ней еще предстоит работы Ну и в конце это будет просто круто Еще, знаете, вопрос Не слишком много железа у меня в системе Насколько это То есть какие-то шламоуловители Ставить тебе обязательно придется Ну просто все переходят на алюминий То есть Что в системе все чистенько А у меня все железное Железные радиаторы Железные конвекторы Много железа Кстати, пересмотрел кучу различных видосов На ютубе Перечитал много информации И нигде не встретил Видео, где конвекторы делают своими руками Вопрос Это непрактично Или просто люди не хотят заморачиваться Мне вот интересно Может я совершаю ошибку тем, что этих конвекторов понаделал сам По мне так это же по сути регистр Он ничем от конвектора не отличается Кроме того, что у него только нет лепестков Но лепестки это только дополнение к КПД Не более того Мне так казалось Не знаю, напишите пожалуйста, как вы считаете Может правда я сейчас глупости делаю А потом буду пожинать свои плоды Прекрасно Тут еще будет запорная арматура Она тоже будет греть немножко Кран Маевского Ну и осталось все это хорошо почистить Но в целом вот так Мне нравится Объясню немного про свою систему Здесь вы уже увидели Тут конвектор будет стоять Конвектор будет выходить в ванную комнату С нее мы сейчас и начнем Я думаю во время нашей работы Вы уже многое чего увидели Санузел Здесь будет находиться два коллектора Это уже точно решено И это уже не изменится Коллектор радиаторной группы И коллектор теплого пола Это я уже начал немножко здесь придумывать Для того, чтобы обыграть саму шахту Понимание было, что в ней будет Вот, дальше лучи начинают расходиться Начнем с самого начала Первый луч у меня пойдет в то отверстие И выйдет на лестничный проем Это я буду делать простым пропиленом Полипропиленом Все, остальное пойдет сшитым полиэтиленом Уже по этажу Радиаторы будут 500 на 900 Это остальные панельный радиатор 22 типа И пошел дальше Потом комната гостевая Дальше идет на кухню Здесь я немножко поизобретал такой поворот Потому как у меня вот тут будет выходить Группа идущая на баню И чтобы перепрыгнуть ее аккуратно И не было определенных проблем в этом плане Чтобы я не наступал потом во время работы И так далее Я решил провести это вдоль стены На баню пойдет 25-я и 32-я труба Для того, чтобы пустить холодную горячую воду в баню И отопление Следующая группа пойдет на коридор Я тут много изобретал разных дорог Искал лучшие трассы И нашел самые простые Последняя группа, она здесь раздваивается На два радиатора И вот здесь будут радиаторы двух типов Это 500 на 900 И второй радиатор 1600 на 500 Или 500 на 1600 Я их уже отметки сделал Сшитый полиэтилен 20 2,9 стенка Будет подходить сюда Здесь подгибаться Здесь он будет через пресс фитинг Вводиться в стальную Г-образную трубку Которая будет выходить из стены И здесь будет угловое подключение Нижнего подвода радиатора Пока в планах вот так Если что-то знаете И хотите посоветовать, друзья Приму любые мысли Это дороже, чем простые варианты Но это удобнее Всегда можно отсечь определенный радиатор И решить с ним вопросы Можно просто его отсечь, если он лишний Поэтому мне вариант лучевой системы понравился Но выйдет дороже, что поделаешь Просто придется, наверное, на чем-то другом сэкономить Но то, что будет заливаться в бетон и на века Не подлежит экономии В 2020 году больше видосов не будет Теперь в 2021, в январе Поэтому я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом Пожелать всем удачи и успехов Чтобы все ваши мысли, идеи и мечты сбывались Пусть и мои сбудутся Я Дед Морозу заказал одно главное желание Это в 2021 году все-таки заехать в этот дом Чтобы тут уже было тепло И мы могли семьей уже наслаждаться этим домом В начале ролика вы видели, что была пурга и замело весь дом Но это меня не испугало Я считаю, это мелочи Это просто житейские дела И мы легко с ними справимся Поэтому рад, что вы смотрите Рад, что вы поддерживаете меня Благодарю за это И до скорых встреч Увидимся с вами на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok